Всем привет! Это пустые баночки июня. Начнем со средств для дома. И первое, о чем я вам хочу рассказать, что у меня используется в режиме нон-стоп, это влажные салфетки для кожаных изделий. Я ими протираю обувь. И под одним из моих видео, где я о них рассказывала, скорее всего это были тоже пустые баночки, разразился спор о том, что на самом деле, и вот я говорю, что эти салфетки не оставляют разводов, а не оставляют, что они вообще некачественные, они полностью смывают краску с обуви. Хочу сейчас пояснить этот момент. Ну, во-первых, если бы они именно такое вытворяли с моей обувью, перчатками, сумками и тому подобным, я бы давным-давно вам показала эти салфетки в разделе «Больше не куплю» и объяснила бы, почему я их больше не куплю. Но поскольку я с такими проблемами не сталкивалась, я вам говорю, девочки, салфетки работают прекрасно. На какую бы обувь я их не использовала, какую бы сумку не протирала, я сейчас делаю акцент. Именно из натуральной кожи никаких подобных проблем я не испытывала. У меня нет разводов, у меня нет липкости, у меня не смывается краска с обуви. Я предполагаю, что все зависит от качества самого материала. Здесь салфетки даже ни при чем. Бывает не стойкая краска на обуви. Бывает такое. Я сталкивалась, у меня была когда-то давно куртка, которую просто даже тряпочкой протираешь, тряпка рыжая. Куртка была такого коричневого цвета, протираешь тряпкой, тряпка рыжая. То есть это не стойкость именно краски на самой одежде или обуви. Поэтому салфетки, естественно, за собой эту краску снимают. Ну а по поводу разводов, сначала убедитесь, что у вас вещь именно из натуральной кожи. Если кожа не натуральная, то представьте, это просто клеенка. И, конечно, все уходовые средства, которые содержатся в этих салфетках, они не впитываются, они остаются на поверхности и выглядят разводами. Если кожа натуральная, она пористая, вы знаете, да, что руки впитывают крем, обувь из натуральной кожи впитывает крем для обуви. Соответственно, и уходовые компоненты из этих салфеток точно так же будут впитываться в натуральную кожу и не будут оставлять разводов. Если у вас остались разводы, ну, я не знаю, честно, я не могу это никак прокомментировать. У меня ни разу не было разводов. Только если это не сильная грязь или пыль, но все-таки очень сильную грязь с обуви, я сначала протираю влажной тряпкой и только потом салфетками. То есть салфетка – это завершающий этап очищения обуви, потому что там есть и уходовые средства, и не оставляет разводов, не оставляет никакой липкости, как вот были раньше губки Диви Дик. Ей помажешь, обувь блестит, лоснится, выходишь на улицу, один ветерок и вся пыль на твоей обуви, и ты просто стоишь, думаешь, боже, какой ужас у меня сейчас происходит на обуви. Поэтому я считаю, ставить под сомнение мои слова, конечно, можно, если у вас другой опыт, но у меня такого опыта нет, поэтому я рекомендую эти салфетки, 40 штук в упаковке, пожалуйста, пользуйтесь. Следующее, что я вам показываю, у меня закончилось, наконец-то закончилось жидкое мыло, покупала его в экспрессе за 51 или за 55 рублей, точно не помню. Здесь литр 25 в этой мягкой упаковке я переливала это мыло в дозатор от Фаберлик и пользовалась. Сколько по времени? Я даже не знаю, месяца 4 точно, мне кажется, я покупала его или в марте, или в феврале. В общем, это долгоиграющая такая штука, и в этот раз я не угадала ни с ароматом, ни с цветом. Для меня это очень важно. По крайней мере, пусть я не угадываю с ароматом, но хотя бы был бы цвет. Здесь мыло абсолютно такого же цвета, как упаковка, вот такого депрессового какого-то бледно-фиолетового цвета, или сиреневого, не знаю, в общем, вот такой ужас у меня стоит на раковине уже 4 месяца, и поэтому я точно именно такое не куплю, но в этой серии, вообще, в принципе, в фикс-прайсе очень много мыла, именно вот в таких упаковках, в огромных, можно купить и переливать в любой флакон с дозатором и пользоваться. Но вот пока нет, пока я купила мыло Фаберлик для рук, буду пользоваться им, буду рассказывать в следующий раз про него. И срез для дома закончилось мыло для кухни, цветочно-пряный аромат. Очень мне понравился аромат, хорошо вымывается с посуды, не остается, не въедается в сковородке, как некоторое мыло. У меня был прецедент с мылом с орхидеей, и теперь то же самое, новое мыло у нас тропическое, у меня с ним тоже дружба не задалась, несмотря на аромат, который изначально очень приятный, но это будет видео следующее, когда оно закончится, я вам расскажу поподробнее. Закончилось средство для туалета, еще предыдущее, у меня, по-моему, еще одно осталось, и, ну, довольно-недовольно, да, хотелось бы немножко погуще, и хотелось бы, чтобы в новинке это средство было погуще, но ничего подобного, поэтому, что про него говорить, его уже больше нет. Дальше, закончился ультракондиционер с аромокапсулами, цветочно-пряный аромат. Я, честно говоря, большой разницы не ощущаю между нашими кондиционерами, только по аромату. Аромат тоже для меня примерно одинаковый у всех кондиционеров, ну, за исключением самых-самых первых ароматов кондиционеров, это такой зелененький и розовенький у нас есть, вот их я почему-то недолюбливаю. Этот аромат мне понравился, написано суперконцентратно, 25 стирок, но на самом деле я стирала стирок 40, наверное, потому что для одной стирки нам нужен вот этот вот колпачок, часть от резьбы, вот эта прозрачная, от резьбы и до кончика, но мне бывает этого очень много. Я иногда использую для белья половинку колпачка, а иногда бывает, видимо, где-то этот кондиционер застревает в трубках стиральной машины или, может быть, в лотке, не знаю, но забудешь налить кондиционер, а белье все равно выходит мягким, то есть те остатки, которые там где-то внутри стиралки остались, они тоже прекрасно работают, поэтому наши кондики очень клевые, вот такой флакончик стоит один, и ты им пользуешься, я не знаю, месяц, два там, и просто получаешь удовольствие и от внешнего вида, и от того, что у тебя не занимает в шкафчике, это очень много места. Рекомендую. Дальше. Средства для дома, которые у меня закончились, к показу закончились. Следующее покажу. Закончилась у меня разогревающая маска против выпадения волос. Пою и дифирамбы каждый раз, и каждый раз говорю об одном и том же. От одного применения вы не почувствуете, скорее всего, ничего. Ну, естественно, волосы у вас с махом не вырастут, но выпадать перестанут. Это 100%. Поэтому рекомендую. У меня практически в каждых пустых баночках есть эта маска. Она у меня есть сейчас в использовании. Поэтому говорить о том, буду покупать или не буду, конечно, я ее покупаю всегда. У меня еще в запасе штуки три стоит. Закончился DD-спрей для волос. Тоже я не понимала эффекта этого DD-спрея, пока вы мне не написали. Все-таки термозащита там работает, все. И действительно, хочу сказать, с момента моего последнего похода к парикмахеру, в укладке у меня ничего не изменилось. То есть я раз в два дня мою волосы, потом я их укладываю феном, и в этот раз мне уже пора идти парикмахеру красить корни и убирать, освежать кончики. А у меня волосы гораздо более живые, чем они были без вот этого DD-спрея. То есть я не могу сказать, что это прям такая заметная разница, но разница есть. Я ее ощущаю. Поэтому я купила, конечно же, второй, и он у меня сейчас в использовании. Ну, с этим была небольшая проблема с дозатором, и меня это прям подбешивало. То есть он как-то туго нажимается. Не всегда, когда жмешь, он вообще прожимается. Но с новым такой проблемы нет. Я думаю, что все-таки Фаберлик решил эту проблему системно, а не так, что мы по очереди пишем в обратную связь, и они ничего не делают в ответ. Так, следующее, что у меня лежит, это, девочки, вот такая вот троица кремов. Это был набор Winter Garden, и это кремы из серии ProRookie. Здесь в каждом запрятан какой-то из кремиков, и я их купила на подарок на Новый год, засунула куда-то на полку и забыла совсем. На Новый год мне не удалось их никому подарить, и я достала этот набор, когда у меня закончился весь крем для рук, достала и начала пользоваться. В общем, из этой троицы полностью удалось использовать только крем питания и смягчения. Мне не нравился аромат, но более-менее понравился крем. Также там в наборе надежная защита и интенсивное восстановление. Вот эти два просто для меня тихий ужас. Они создают какую-то пленку на руках, нифига не впитывается, руки какие-то скользкие после них. В общем, для меня эти кремики, вот эти два полных, я их попробую отдать маме, может быть, у нее не будет такого эффекта. Мне совершенно не понравились, и я каждый раз говорю, что кремы ProRookie я не покупала больше, и не буду покупать никогда. Вот. Кому-то нравится, я знаю, поэтому не обижайтесь на мой такой отзыв. Лично для меня это самые плохие кремы из каталога, и я не рекомендую. Следующее, что у меня закончилось, вот об этом я сейчас буду просто говорить и говорить, наверное, петь дифирамбы. Это очищающая мицеллярная вода для чувствительной кожи. История покупки, кто меня смотрит, вы знаете, да, когда мне нечем было смывать макияж с глаз, и вы знаете, что двухфасками покупными я пользоваться не могу, вы мне порекомендовали купить эту мицеллярную воду. Но я не смогла смывать ей макияж именно с глаз, я не смогла смывать ей тушь, вот эти ожидания с ватными дисками. Это просто вот выбешивает меня настолько, что я не могу, я просто смываю все равно руками, водой ресницы, а потом остатки я домываю двухфазной жидкостью, в косметичке выходовой покажу какой. Я нашла таки в магазине ту, которая мне не щипит глаза, это единственное на данный момент. А что делать с мицелляркой, я не знала. Обратилась к вам с вопросом, и кто-то из вас, мои дорогие комментаторы, порекомендовал мне следующую схему. Мицеллярную воду навести на диск и снять макияж, а потом умыться тем средством, которое у меня есть. И тогда вот мне написали, что ну просто суперрезультат, не узнаете свою кожу. Ну, думаете, я поверила? Ну нет, конечно, выбрасывать было жалко, поэтому я все-таки попробовала. Попробовала и просто обалдела. Я не понимала, как это работает. Мицелляркой ты сняла макияж, потом умылась своим обычным средством, у тебя суперэффект, подтянутая кожа, ровная. Я на себя смотрела, и у меня было стойкое ощущение, что я либо гаммажем лицо отдраила, либо АБЦ пилинг сделала, либо, ну, когда-то давно я пользовалась скрабами, я помню этот эффект, когда лицо поростянутое, оно все такое какое-то упругое, подтянутое. Я на себя смотрела и глазам не верила. И спросила подруг, которые пользуются мицеллярной водой других марок, есть ли у них эффект, чтобы понять, да, дороговато все-таки вот эта мицеллярная вода. Да, у нас здесь всего лишь 150 миллилитров, а стоит она 279 рублей в каталоге, и на нее, допустим, сейчас нет скидки, в следующем каталоге она вообще не представлена. Я не знала, покупать мне ее, или, может быть, все мицеллярки именно таким образом себя показывают, да, на лице. Ну, возможно, зачем переплачивать за эту, если можно купить, допустим, гарниетом 400 миллилитров, вот такая бадья, и по акциям можно купить дешевле 200 рублей. Извините, объем практически в три раза больше. Я поспрашивала подруг, мне сказали, нет, мы такого эффекта не замечаем. И затем я достала мицеллярный гель, который у меня есть от Аквасмарт, из серии Аквасмарт, и попробовала на контрасте, да, вот с этой мицелляркой точно так же умыться. Эффекта такого нет. Вот нет такого эффекта, как именно вот с этой мицеллярной водой. После чего я сделала вывод, что, видимо, это ее такое уникальное свойство, за которое я все-таки ее куплю еще раз. Но именно после того, когда у меня закончится мицеллярный гель, мне он, в принципе, нравится, да, такого эффекта нет, но я как-нибудь перетерплю. Я этот гель все-таки допользую, потому что мне, в принципе, нравится им пользоваться. Ну, подумаешь, временно такого эффекта не будет. Добьемся его другими абсолютно средствами. Так что рекомендую вам эту мицеллярную воду. И я просто-просто в восторге. Мне даже денег не жалко будет отдать за нее, когда у меня закончится гель. Пусть это будет полная цена, но я его куплю. Следующее, что у меня наконец-то закончилось, это очищающий гель от L'Oreal для сухой чувствительной кожи 150 мл. Это был такой очень мягкий гель, которым я умывалась с утра. Когда не нужно смывать остатки косметики, он такой легонький. Мне казалось, что никакую косметику остатки даже он не смоет, потому что, ну, он прям такой, даже практически не пенящийся, что ли, на лице. Буду ли я покупать его снова? Скорее всего, нет, поскольку мне он надоел. Он просто надоел. 150 мл, а хватило мне его тоже, я не знаю, зимы, наверное, им пользуюсь. И последние капли, которые здесь оставались, я уже использовала и утром, и вечером, чтобы быстрее уже эту банку выкинуть. Не то, чтобы он мне не понравился, он просто надоел. Аромат у него очень ненавязчивый, текстура очень мягкая, действительно, для чувствительной кожи подойдет. А вот тоник такой, да, я вам уже показывала, что я его больше не куплю. Он у меня стоит там, почему-то для чувствительной кожи в составе спирт. Ну, здесь вроде спирта я не находила. Следующий, закончился у меня нежный тоник для лица. В принципе, я осталась довольна этим тоником. без особых каких-то эмоций я к нему относилась тоник и тоник. Главное, что в нем нет какого-то резкого аромата. В этом этот тоник не оставляет липкости. Я вам в косметичке июня расскажу, чем я пользуюсь сейчас, после того, как этот кончился. И там, конечно, у меня совершенно другие ощущения, но посмотрите, увидите. дальше уход. Что я использовала? Маску я использовала Lift & Glow, то есть это подтягивающая маска. Обожаю просто ее. Использую ее на два раза, как делать не надо. Но я делаю сначала гелевую часть, на второй день тканевую. Вы так не делаете, потому что говорят, что это в корне неправильно, хотя я считаю, раз тканевая поверхность не соприкасалась еще с лицом. И только за кончики я ее вот так снимаю с гелевой части, потом аккуратненько сворачиваю, складываю обратно вот в эту штучку, в упаковку и на следующий день наношу на лицо в виде тканевой маски. Я считаю, что ничего страшного в этом нет. Закончилась у меня пудра Rimmel Stay Matte. Я вам показывала, пользовалась ей тоже очень долго. У меня была она в оттенке 003 Peach Glow и здесь 14 граммов, по-моему, в этой пудре. Очень большая, очень долго я ей пользуюсь, пытаюсь найти, сколько здесь граммов. 14, да. Понравилась, не понравилась? Ну, обычная пудра без изысков. Хочу сделать комплимент упаковки. За это время она не потрескалась, не ослабла, то есть, вот она здесь плотно, эта крышечка сидит. Немножко раскрошилась, остались крошечки. Я уже их допользовать не могу, они застревают между ворсинками кисти и невозможно делать макияж, все сыпется на одежду. Поэтому я ее выбрасываю в таком виде, буду ли повторять. Возможно, да, если она снова будет по акции в золотом яблоке, как я ее купила, рублей, по-моему, за 300, может, 350, но с учетом объема она в любом случае получается либо так же, как Фаберлик, либо чуть подешевле, потому что я не помню точную цену, поэтому утверждать не буду. Но в целом пудра неплохая, могу вам рекомендовать. Дальше. Средства гигиены закончились. У меня витамины, гель для душа, манго и папайя. Очень давно его купила и не могла никак его домучить. В общем, я поняла, что серию Витамании я покупать больше не буду. Мне не нравятся средние ноты, да, если мы будем раскладывать. В общем, мне не нравится, как раскрываются ароматы из этой серии. Витамании у меня был крем для рук вот такой же с манго, гель для душа и сейчас у меня есть для тела крем с киви. И все, что я ощущаю вот так из баночки, мне очень нравится. Но когда я наношу это на губку или крем наношу на руки, первые ноты я слышу буквально секунды, какие-то считанные секунды, они улетучились и пошла средняя нота, если мы раскладываем аромат по нотам, то пошла средняя нота и она мне начинает аж скрести горло. Так же было с этим гелем для душа. Мы его использовали практически просто как пену для ванны, когда ребенок купался. Вот так, чтобы использовать этот гель в душе, я не могла. Мне прям застревал этот аромат в носоглотке и я не могла. Теперь у меня то же самое с кремом для тела. Там уже аромат киви и авокадо, по-моему. Тоже, ты понюхаешь, когда из тюбика, все в порядке, все хорошо. Но начинаешь наносить на тело, ты чувствуешь абсолютно другие ноты. Все, я эту серию больше не покупаю. Может, когда-то попробую смородину, но тоже боюсь, что она куда-нибудь там не в ту степь уйдет и даже не хочу рисковать. Следующее. Закончились влажные салфетки для интимной гигиены. Я, ну, честно говоря, они мне не очень нужны вообще в жизни, такие салфетки, и поэтому буду-не буду покупать и не знаю. Ну, особо не поняла разницы с обычными, но я, возможно, не большой эксперт вообще в этом, поэтому есть у меня еще пачка в запасе, пользуюсь, даже иногда как для рук, пользуюсь. Ну, 15 штук, кстати, в упаковке и, по-моему, я покупала по какой-то акции, были они рублей 50 за упаковку и, наверное, даже не куплю только по той причине, что у нас есть магазин Ашан, у кого его нет, те, конечно, не купят, но в Ашане влажные салфетки 20 штук обычные стоят 10 рублей для интимной гигиены, тоже огромная пачка там 20 штук, может, рублей 15, ну, по сравнению даже с ценой консультанта, которая будет примерно 40 рублей, мне невыгодно их покупать, поэтому я не буду, в общем, я не такой фанат Фаберлик, который готов переплатить, лишь бы Фаберлик купить, нет, у меня всегда в этом плане работает мозг, думает о моем кошельке, закончилась паста Колгейт, обожаю просто эту пасту, закончилась у меня, сейчас я достала две пасты Фаберлик, семья воет, но чистит, все ждут, когда я подобрею и еще раз выложу им Колгейт, ну, вот такие любители Колгейта, следующее, что я вам завершающие уже два продукта покажу, это мои перекусы на работе, суп средиземноморский, суп пюре грибной, средиземноморский суп я раньше очень любила, но то ли наелась его, то ли что, в общем, я больше покупать не буду, особо каких-то вкусовых именно моментов, похожих на морепродукты, я не ощутила, обычно, вы же знаете, да, ты что-то с морепродуктами покупаешь, и сразу запах вот этот, рыбы, морепродуктов, здесь такого нет, здесь все спокойно, все прилично, но из кукурузной, по-моему, муки сделаны, когда его кушаешь, такие крупиночки попадаются, кому-то это нравится, кому-то нет, я спокойно к этому отношусь, как перекус, это просто супер-супер вкусно, супер нормально, но у нас есть другие супики, которые, ну, на мой вкус, мне более приятны, когда я их кушаю, вот я дома завтракаю в 7 утра, а часов в 10 утра, ну, это физиологическая уже потребность, там, одно яйцо я с утра съела с хлебом, оно, конечно, уже переварилось, и в 10 утра я хочу кушать, но обедать еще рано, я завариваю вместо чая или кофе этот супик, когда сильно голодна, попиваю прямо с кружечки, и милое дело, и вот такой 85 килокалорий здесь всего лишь в этой порции, но это информация для тех, кто следит за фигурой, меня эта информация вообще никогда не волнует, я не знаю, как эти калории считать и что с ними делать, вот, но кушаю просто потому, что хорошее насыщение от этих супов происходит, и до обеда, который у меня в 13.00, я спокойно доживаю на этом супике, ну, и второй, который я за этот месяц кушала на работе, это суп пюре грибной, написано, не содержит глютен, тоже достаточно приятный суп, и я такой, скорее всего, повторю еще, тоже здесь нарисованы прям такие грибочки, симпатичные под березовики, но нет ярко выраженного вкуса грибов, но повторять буду, поскольку мне вот в такие перекусы важно что-то съесть вкусненькое, и, как тут пишут, натуральное, не могу проверить, не буду утверждать, ну, и последнее, что у меня на губах, девочки, это помада гелевая у нас такая была, я их достала летом, зимой мне как-то в них, не знаю, для лета они такие именно полупрозрачные, легко лежат, очень легкие, по типу блеска даже, вот такой оттенок, я очень расстраиваюсь по поводу того, что их больше нет в каталоге, но, возможно, когда-нибудь повторят, все, большое спасибо, что посмотрели очередное мое видео, с вами была Марина Соловьева, до новых встреч, всем пока!